Старфест в обсерватории проходит уже второй раз. И это не просто праздник, приуроченный к параду планет. У фестиваля большая образовательная миссия, подчеркивают организаторы. Мы, наша жизнь непосредственно связана с космосом, самым непосредственным образом. И те космологические события, которые происходят, космические события, астрономические, они прямую касаются всех нас, живущих на Земле, живущих в этом городе. Я бы сказал, блестящие события, накануне которых мы с вами находимся, они стоят внимания, стоят наше понимание того, в каком мире мы с вами живем. И надо сказать, что они достаточно редкие. Вот совпадение таких событий в одномоментно, в один и тот же день случается раз в 130 лет. Поэтому есть такие события, которые у нас происходят, когда человек может быть свидетелем его раз в жизни. В рамках фестиваля предусмотрена насыщенная познавательная программа для аудитории любого возраста и уровня. Поэтому фестиваль начинается раньше знаменательного астрономического события и завершится на сутки позже него. Наша главная задача – это наладить постоянный диалог между учеными, которые владеют огромным массивом бесконечно интересной новой информации, и широкой публикой – студентами, инженерами, дизайнерами, детьми. Потому что дети очень охотно впитывают эту новую информацию. И такие мероприятия помогают им не только познакомиться с наукой, заинтересоваться наукой, но и выбрать свою будущую профессию. Ежевечерни посетители фестиваля могут побывать на экскурсии в обсерватории, прослушать курс лекции о самом невероятном во Вселенной, задать вопросы астрономам, а также узнать, как работают телескопы. Но апогей фестиваля, безусловно, запланирован в ночь с 27 июля на 28. Апофеоз событий, которые нас ждут 27 числа. Это полное теневое лунное затмение. И у нас такая рубрика, которая будет сквозняком все дни, но именно в этот день называется рубрик «Спроси у астронома». У нас будут присутствовать ведущие астрономы. Ну и, конечно, по ходу всего этого будет происходить на небе события, связанные с полным теневым лунным затмением. Можно выйти на площадке, будут стоять телескопы разные, и можно будет смотреть и все это наблюдать картину. Когда Луна выстраивается в одну линию с Солнцем, поясняют в обсерватории, наступает полное лунное затмение. Такие совпадения возможны всего два раза в году. И в нынешнем году это уже второе полное лунное затмение. Однако специалисты говорят, что именно 27 июля – самые лучшие условия для наблюдения небесного спектакля. Надо сказать, что это затмение самое продолжительное за последние 100 лет. Луна проходит через центральную часть земной тени, поэтому все фазы затмения длятся более 6 часов. И все эти фазы доступны у нас для вечерних наблюдений в Одессе. Но это еще не все. В эту ночь также пройдет великое противостояние Марса. Так как Красная планета, объясняют астрономы, расположена дальше от Солнца, чем Земля, скорость вращения Марса меньше и период обращения больше, то периодически наступает момент, когда Земля, Марс и Солнце располагаются на одной линии. Вот такое расположение называется противостоянием. То есть Марс противостоит Солнцу с противоположной стороны. Он ближе всего в это время к Земле. Обращено к нам в дневное полушарие. Одним словом, самое лучшее время для наблюдений Марса. В рамках астрологического фестиваля подготовлена и семейная программа. Мастер-классы по ракетостроению, интерактивная сказка для детей, рисование в стиле Хаббл и многое другое ожидает маленьких почемучек и их родителей. Мы постарались добавить в программу фестиваля какие-то интерактивные моменты. Например, для самых младших участников будет сказка, интерактивное представление «Маленькая звездочка». У нас будет мастер-класс по рисованию в стиле Хаббл. Это акварельное изображение на тему космоса. Очень интересное. В свою очередь специалисты предупреждают метеозависимых людей, что в эти дни возможны разные интенсивности, магнитные бури и вспышки на Солнце. Этот период особенно неприятен тем, кто страдает гипертонией. Поэтому медики рекомендуют сопоставлять свой график жизни с учетом возможных недомоганий и максимально снизить предполагаемые физические и психологические нагрузки.